На уроках математики нам рассказывали, что у любой прямой отношение увеличения у к увеличению значения х постоянно. Иными словами, у прямой постоянный наклон, постоянный угловой коэффициент. Угловой коэффициент – это отношение изменения у, вот эта заглавная греческая буква δ означает изменение, то есть δу – это изменение у к изменению значения х. Причем в случае прямой это выражение будет постоянным. И в этом видео я докажу этот факт при помощи подобных треугольников. Давайте зададим на этой прямой две пары точек. Насколько изменилась х-координата между этими двумя точками? Для этого опустим перпендикуляры на ось х. И значит, изменение значения х – это вот этот отрезок. А насколько изменился у? Точно так же опустим перпендикуляры на ось у. Δу – это у нас вот этот отрезок. Теперь давайте возьмем еще одну пару точек. Вот эту точку и вот эту точку. И проделаем с ними те же действия. Вот х-координаты одной точки, вот х-координаты другой точки. А значит, длина вот этого отрезка будет разницей х-координат этих двух точек. Нет, пусть лучше будет тот же зеленый цвет. Итак, вот этот отрезок – разница х-координат этих двух точек. Вот у-координаты одной точки, вот у-координаты второй точки. А значит, Δу – это вот этот вертикальный отрезок. И я взяла на прямой две пары произвольных точек. И теперь хочу показать, что отношение Δу к Δх у первой пары будет такое же, как отношение Δу к Δх у второй пары. Иными словами, отношение фиолетовой стороны к зеленой в первом треугольнике равно отношению фиолетовой стороны к зеленой во втором треугольнике. Повторяю, я взяла две произвольные пары точек. И докажу я это утверждение при помощи подобия. Я покажу, что верхний треугольник подобен нижнему треугольнику, и после этого все станет просто. Давайте вспомним, что такое подобие. Есть несколько равносильных определений подобия. Одно из них гласит, что два треугольника подобны тогда и только тогда, когда все три угла в них попарно равны. Это не значит, что вообще все углы должны быть равны друг другу. Это значит, что в двух треугольниках должны быть попарно равны соответствующие углы. Например, возьмем треугольник, углы которого равны 30, 60 и 90 градусам. И пусть у нас есть еще один треугольник, углы которого тоже равны 30, 60 и 90 градусам. Несмотря на разные длины сторон, эти два треугольника будут подобными. Один из них – это увеличенная версия второго. Соответствующие углы попарно равны. Угол 60 градусов равен углу 60 градусов. Угол 30 градусов равен углу 30 градусов. Угол 90 градусов равен углу 90 градусов. Таким образом, эти два треугольника подобны. И чем еще хороши подобные треугольники? Если мы докажем, что два треугольника подобны, это будет значить, что их соответствующие стороны попарно пропорциональны. А значит, отношение вот этой розовой стороны к вот этой зеленой стороне в одном треугольнике будет равно отношению этой розовой стороны к вот этой зеленой. И, думаю, вы уже понимаете, как это поможет в нашем доказательстве. Если мы докажем, что эти два треугольника подобны, то отношение между соответствующими сторонами у них будет одинаковым. А раз мы выбрали точки произвольно, то это будет верно для любых двух точек по всей прямой. Теперь давайте докажем их подобие. Первое, что мы знаем, что оба эти треугольника прямоугольные. Их зеленые стороны лежат строго горизонтально, а фиолетовые – строго вертикально, потому что зеленые стороны – параллельные оси Х, а фиолетовые – оси У. Давайте отметим этот факт. Оба треугольника прямоугольные. Одна пара равных углов у нас есть. Осталось доказать равенство двух оставшихся. Для этого вспомним свойства углов при параллельных прямых и секущей. Давайте бесконечно продолжим зеленые отрезки до прямых. Эти зеленые прямые параллельны. Они обе лежат строго горизонтальной и параллельной оси Х. А оранжевая прямая – это секущая. И раз оранжевая прямая пересекает две зеленые параллельные прямые, тогда вот эти два угла будут соответственными. И мы знаем из свойства секущей при двух параллельных прямых, что соответствующие углы равны. А значит, вот эти два угла будут равными. Для пары оставшихся углов мы проделаем те же самые рассуждения. Только теперь возьмем не горизонтальные, а вертикальные прямые. Продлим фиолетовые отрезки, чтобы получились прямые. Эти прямые параллельны, потому что идут строго вертикально вдоль оси У. Итак, одна прямая и вторая прямая параллельны. Оранжевая прямая их пересекает. А значит, вот эти два угла тоже будут соответственными. А следовательно, соответственные углы при двух параллельных прямых и секущей равны. То есть получается, что все три угла попарно равны. Фиолетовый угол в верхнем треугольнике равен фиолетовому углу в нижнем. Зеленые углы тоже равны. И оба оставшихся угла прямые. А значит, эти треугольники подобны. И теперь мы можем воспользоваться свойством отношений их сторон. Обозначим, например, вот эту сторону А, эту буквой В, вот эту С, а эту сторону D. И мы знаем, что в подобных треугольниках отношения между соответствующими сторонами равны. А значит, отношение А к В равно отношению С к Д. И это отношение – это буквальное определение углового коэффициента. Отношение изменения у к изменению значения х. Оно будет постоянным с любой парой точек. Поскольку мы только что показали, что какие бы два треугольника мы таким образом не построили, они будут подобны. А раз они подобны, то отношение вертикальной стороны к горизонтальной постоянно для любой пары точек. А значит, угловой коэффициент постоянен на всей прямой. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них постараемся ответить. Субтитры создавал DimaTorzok